Пресс-секретари министерств и ведомств будут штрафовать. Школьников начнут учить по едином для всех учебникам, а попрошая их с детьми начнут привлекать к уголовной ответственности. Об инициативах депутатов и поправках к законодательству расскажем в обзорном материале программы. Штрафные санкции для пресс-служб федеральных органов власти предлагают вести депутаты Госдумы. По мнению народных избранников, некоторые пресс-секретари игнорируют как письменные, так и устные запросы журналистов. А после выхода материала в СМИ дают опровержение, нанося тем самым удар по репутации редакции. Возможность административного наказания пресс-секретарей в ближайшее время рассмотрят на заседании Комитета Госдумы по информационной политике. До шести лет лишения свободы может грозить взрослым, привлекающим детей к попрошайничеству. В Министерстве внутренних дел России предлагают ввести уголовную ответственность за использование малолетних в подобном бизнесе. Ранние попрошайки с детьми избегали наказаний по уже имеющейся в Уголовном кодексе статье – вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Полицейским было сложно это доказать, так как взрослый мог аргументировать тем, что ребенка не с кем оставить дома. Теперь же предлагается внести поправки в статью, добавив понятие «использование несовершеннолетних», которое позволит привлечь к уголовной ответственности взрослых. Поправки предложили внести и в закон об образовании. Депутаты Госдумы считают, что в школах преподавание истории, русского языка и литературы должно быть по-единому для всех учебнику. Этим народные избранники поддерживают идею главы государства о создании единого учебника истории, поскольку в имеющихся пособиях много противоречий. Депутаты уверены – один общий учебник русского языка, один общий учебник литературы и один общий учебник истории необходимы для единства нации. Между тем, с резкой критикой данных поправок выступило педагогическое сообщество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова